МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, друзья! Всем здравствуйте! Как вы уже догадались, в эфире веселая и познавательная программа теледетки на телеканале НТМ. Для тех, кто первый раз смотрит нашу программу и еще не знает, что это такое, сообщаем. Теледетки – это детская передача, в которой главные герои – дети. Теледетки – это смех и шутки, радость и детские жалости. Так, Лиля, про передачу рассказали, а представиться забыли. Точно! Меня зовут Лилия Ямбышева. А я Ирина Герасимова. Сегодня в программе смотрите репортаж из мини-детского садика учебно-развивающего центра «Детская парковка». На мастер-классе покажем, как сделать красивую брошь на праздник 9 мая. Наш мини-эксперт даст дельные советы родителям, а в опросе дети рассуждают. Что такое работа? Кроме того, вас ждет веселая подборка смешных детских видеороликов. Не переключайтесь! Лиля, как ты думаешь, что такое детская парковка? Так-так... Место для парковки детских игрушечных машинок? Ну, почти угадала. Детская парковка – это учебно-развивающий центр для детей и их родителей. Это место, где все, от малышей до взрослых, найдут себе дело по душе. Интересно! А танцевать там учат? Да, Лиля. И танцевать, и петь, и рисовать, и быстро считать, и читать. Хорошо. Но каратэ там точно не занимаются. Спешу тебя обрадовать. Есть курсы каратэ Кио Кушенкай. Ну, не может же быть, чтобы было все. А я знаю-знаю, чего точно нет. Мини-садика. Так, чтобы ребенку не весь день быть в саду. А, например, несколько часиков поиграть, позаниматься, погулять. И домой. Это мечта. Дорогая Лиля, это уже давно не мечта, а реальность. А в детской парковке есть свой мини-детский сад «Умная няня». И название придумано не случайно, потому что здесь воспитатели проводят с детьми умные и полезные занятия. Все, больше ничего не говори. Хочу посмотреть. Смотрим. Пальчиковая гимнастика для малышей – обязательный ежедневный ритуал. В мини-детском саду учебно-развивающего центра «Детская парковка с инклюзивным образованием». Такое занятие помогает развивать мелкую моторику рук. Она, как известно, отвечает за речь и сообразительность. Чтобы малыш рос смышленым, без развития моторики никуда. Для того, чтобы дойти путь к сердцу ребенка, надо самим немножко быть ребенком. Поэтому мы играем. Все через игру происходит. Знакомство, общение, обучение. Главный путь к сердцу ребенка – это игра. Поэтому мы играем целый день, без остановки. Играем друг с другом. Играем мы сами, становимся немножко детьми. Группа кратковременного пребывания детей в детской парковке открыта не первый год, хоть и является новинкой в Саранске. Мини-детский сад поделен на две группы – малыши от 2 до 4 лет и более старшие дети – от 4 до 6. В группе кратковременного пребывания дети находятся 4 часа в день с 9 утра до часу дня. Но за это короткое время занятия проходят по полной программе. И если с малышами больше в форме игры, то со старшими все серьезнее. Астрономия – это наука о том, что в космосе. Планеты, кометы. Вы знали, что Солнце – это звезда? Да. Это огромная звезда. Если сравнивать нашу Землю и Солнце, то это примерно вот так. Вот это – Солнце. А вот это – камушек. Земля. Тематические открытые уроки в старшей группе проходят каждый месяц. Без внимания не обходится ни один большой и значимый праздник. Один из последних был посвящен Дню космонавтики. Дети на уроке не просто наблюдатели, а самые активные участники. Учат стихи, готовят реквизиты. Конечно, не без помощи родителей. Ракету делай, шлем папа мне делай. Мама купила вот такую футболку. Ракету трудно было делать. Как делай? Красивые. А дальше клеи. Куда полетите теперь на этой ракете? На далекие-далекие планеты. В космической ракете с названием «Восьмой» он первым на планете подняться к дозам смог. Поет об этом песни «Весенняя копейка». Ракеты будут вместе, когда и на апрель. В каждой группе кратковременного пребывания не больше 15 человек. Это сделано для того, чтобы педагог смог уделить ребенку максимум внимания. Математика, чтение, письмо развития речи, а также прогулки на свежем воздухе и игры – все это обязательные занятия. Поэтому беспокойство о том, что ваш ребенок не сможет получить весь комплекс дошкольного образования за 4 часа – напрасны. Этого времени хватает с лихвой. Самое главное, что в нашем центре есть – это семейное образование. То есть дети и родители, они могут прийти в любой момент и посмотреть, что же у нас происходит. И многие дети, которые были до этого, например, год назад, пришли братьки и сестры. Потому что родители устраивают, что дети – их хорошая база знаний. То отношение педагогов к детям заслуживает уважения. Они… вот бывает такое понятие, как педагог от Бога. Вот здесь именно то скопление воспитателей, которые очень добрые, чуткие, внимательные. То есть ты отводишь ребенка, и ты уверен в том, что все будет хорошо. Он приходит с позитивными настроем домой, постоянно что-то приносит. Там стихи разные, много рассказывает. Если ваш ребенок еще не готов ходить в детский сад на целый день или нет такой необходимости, но есть желание, чтобы малыш получал необходимую долю общения с другими людьми и развивался, то мини-детский сад – отличное решение. Сейчас открыт набор детей в группу кратковременного пребывания во вторую смену. Она будет работать с двух часов дня до шести вечера. Детская парковка рада встретить новых воспитанников от двух до шести лет. Узнать подробности можно по телефону 31 20 38. Адрес город Саранск, улица Волгоградская, дом 75, дробь 3. Дети – это самое большое счастье. Если у вас есть ребенок, будьте готовы отвечать на самые неожиданные вопросы и слушать самые неожиданные ответы из детских уст. Их мысли никогда не лгут, хотя порой обескураживают, ставят в тупик, заставляют улыбаться, смущаться и даже краснеть. В эфире очередная подборка детских ответов на самые простые вопросы. Полина, скажи, что такое работа? Что это такое? А что там делают на работе? Ты знаешь? Директором работают. А зачем нужны деньги? Скажу. Вот зачем они зарабатывают деньги? Можно же дома сидеть целый день. Чтобы купить себе, поесть, еды себе купить и не умирать с голоду. Кем ты хочешь работать? Ну, я хочу стать хирургом. Хирург – это... Хирурги очень хорошо зарабатывают деньги. У хирургов много пациентов. И, в общем, они хорошо зарабатывают. А что ты будешь делать с деньгами, когда много у тебя будет денег? Ты заработаешь много денег. Что ты хочешь сделать? Я женюсь и буду покупать жене еду и сам буду есть. Квартиру и машину тоже можно. Ну, основное – это еда. Конечно. Что делают на работе? Зарабатывают деньги. Логично. А как они зарабатывают деньги? Там что-то делают они на работе или нет? Сидят целый день. Как они там? Стоят. Как ты думаешь, на работе нужно, можно много денег заработать? Да. Сколько? Один, два, три. Один, два, три. Три денежки. И что можно за три денежки потом купить? Три кружки. Руслан, скажи мне, пожалуйста, что такое работа? Для чего она нужна? Работа? Ну, чтобы деньги зарабатывать. Правильно. А для чего деньги нужны? Для чего? Чтобы купить что-нибудь. Ну, например, там молоко, машину, дом. А что делают на работе? Как там работают? Ты знаешь, как работают? Как? Ну, делаю, что хочет. А ты кем хочешь работать? Продавцом. Продавцом. Все, я тебя услышала. А почему продавцом? Ну, потому что продукты там продавать. А как ты будешь продавать продукты? Как? Да, вот, покупать и возьму, я скажу, сколько стоит там, например. Вероника, скажи, как работают на работе? Что там делают? Ну, да. Проснулся утром, пошел на работу. Поработал на компьютере, нашел там всякие тексты. И... Картинки, да? Да. Система картинки будут. Запланировал там всю работу, сделал, что надо. И пошел радостный домой. Вероника, кем ты хочешь стать, когда вырастишь? На какой работе работаете? Либо я стану поваром, либо полицейской. Ну, какой у тебя интересный повар и полицейский. Ну, ты, в принципе, можешь поваром быть дома, варить, а полицейским на работе? Ну, я думаю, точно полицейский, потому что я сразу захотела им быть. Почему? Потому что полицейский – это самая главная работа, и я смогу защищить город. От кого? От преступников. Там главное золото, там деньги могут украсть еще, всякие важные документы могут очень самые важные украсть. И телефон можно украсть, могут номер укачать. А как ты считаешь, полицейский – это опасная все-таки профессия? Или нет, расплюнуть все сделаешь? Опасная, конечно же, потому что если сделаешь что-то не так, можно нарушить закон и попасть в тюрьму. А еще ты поваром хочешь стать? Да. И что ты будешь варить? Ну, там всякие блюда, там. Ну, например, кабачковую икру с котлетой и рыбой. Ух ты, как, наверное, вкусно. А как готовится кабачковая икра? Как готовить кабачковую икру? Ну, надо, конечно же, взять кабачок, его, может, надо разогреть, потом еще порезать, это потушить, как всегда, и посолить, поперчить, там всякие, всякие штуки наложить, перемешать, в микроволновку поставить на 30 минут, наверное. И... И все готово? Да. Вот так легко и просто нужно относиться ко всему, что происходит в жизни. А мы, взрослые, все время что-то стараемся придумывать, додумывать, усложнять. Да, Ирина, я заявляю, как ребенок. Вам у нас нужно учиться. Мы плохого мы не научим. Но если только иногда. Вот всегда родителям говорю-говорю это, а они не слушаются. Все равно делают по-своему. И я знаю, почему. Ведь каждая мама думает, что знает, что хорошо, а что плохо для ее ребенка. Хочет уберечь его от всего, что вредит. Кстати, наш мини-эксперт тоже подготовил небольшие советы по воспитанию детей. Думаю, и тебе, Ирина, стоит прислушаться. Я вся во внимании. Всем привет. Меня зовут Вова Ларин. Сегодня я хочу дать советы не детям, а их родителям. Мамы и папы, я хочу открыть вам секреты, как на самом деле нужно воспитывать нас, детей. Итак, слушайте. Первое. Я знаю, вы любите нас баловать, покупаете нам все, что мы попросим. Так вот. Не нужно этого делать. Всегда. А только по праздникам. А там привыкнем к радостям. И не будем ценить эти моменты. Второе. Иногда у нас возникают плохие привычки. Мамы и папы, не обращайте на них внимания. Они пройдут со временем. Особенно не нужно говорить нам, что мы еще маленькие. Нам еще рано что-то. Вы хотите, чтобы мы подросли и оторвались на полную катушку? Третье. Мы, дети, очень любим экспериментировать. Не ругайте нас за это. Ведь так мы познаем мир. Смиритесь с этим. А вы-то уже все знаете. Давайте экспериментировать вместе. Так веселее. Четвертое. Родители. Не делайте за нас то, что мы и сами сможем сделать. Вы же не прислуга. Если честно, мы и сами сможем убрать за собой в комнате, протереть пыль, собрать портфель. Вам нужно в это просто поверить. И последнее. Пятое. Помните, учат не ваша критика, а примеры. На этом все. Надеюсь, мои советы пригодятся. До новых встреч. Друзья, я вот что хочу сказать. Все ругают, что сейчас всюду и везде телефоны и камеры. Куда ни взгляни, тебя снимают и выкладывают в интернет. Посмотрите на это с другой стороны. Если бы не было телефонов, сколько бы веселого и интересного мы пропускали в своей жизни. Только благодаря современным гаджетам в нашей программе есть такая рубрика, как видеообзор. Смотрим веселую подборку детских видеороликов и говорим, смеяться разрешается. Сегодня наша видеоподборка из всемирной паутины. Интернет пестрит смешными видео про детей, а мы можем посмотреть их и поднять себе настроение. Вы знаете, какое самое лучшее лекарство от депрессии и уныния? Конечно, детский смех. Попробуйте удержаться и не засмеяться. Где у Мишки носик? Где носик? Пим-пим-пим-пим-пим. Ну-ка, покажи носик у Мишки. Покажи. Смотри, смотри, где носик. Где носик. Пим-пим-пим. Вот смешной носик. Как носик. Пим-пим-пим. Пим-пим-пим. Ну что, смогли? Я лично нет. Поехали дальше. Все чаще убеждаемся, у детей есть свой чудесный и красивый язык. Говорю, как мама. Он, пожалуй, самый сложный в мире. Учить бесполезно. Понять можно только интуитивно. Предлагаем пофантазировать, что говорят детки на следующих видеороликах. Мама, 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 Все, что делают дети, они делают от всей души. Если уж готовить пирожки, то только так, чтобы все вокруг было в муке. А иначе зачем начинать? Или если уж краситься, то так, чтобы всех поразить с первого взгляда. Красиво же! А ты зачем красилась-то? Я ничего красиво была. Захотела красивой быть? Да. А что, ты некрасивая, что ли? Нет. А почему? Кто тебе говорит так? Мама. Мама тебе говорит, что ты некрасивая? Да. Что ты врешь-то? Так теперь оттираться будешь? Вот так. Напоследок держите романтику. Комментарии здесь излишни. Видео не только веселое, но и жизненное. СМЕХ Вот ты меня любишь, Абду! Вот ты за мной будешь, Абду! Мы будем любить, что мы здесь рядом с тобой. СМЕХ Лили, какой месяц в году у тебя самый любимый? Но тут все просто. Самые любимые месяцы все те, в которых есть каникулы. Думаю, не нужно спрашивать, почему, и так все ясно. А я вот очень люблю месяц май. Почему? Потому что в мае много хороших праздников. Во-первых, это первомайские. А во-вторых, это самый главный для нашей истории день в году. День Победы. Я очень люблю этот праздник. И каждый год мы ходим на Парад Победы. А потом участвуем в акции Бессмертный полк. А ты знаешь, какой главный атрибут носят в преддверии Дня Победы все люди? Конечно же, это Георгиевская ленточка. Она является символом народного единства, знаком благодарности всем героям Великой Отечественной войны и скорби за тех, кто погиб на полях сражений. И сегодня наш мастер-класс посвящен Георгиевской ленте. Посмотрите, как красиво ее можно украсить. Добрый день. Меня зовут Юлия Казанцева. Сегодня я здесь со своими дочками. Это Аня и Анастасия. Мы в честь праздника 9 мая сегодня сделаем брошь, которая у нас будет состоять из самой ленты, лоскутки тканей зеленого и красного цвета, свеча и клей-пистолет. А еще, конечно, сами булавочки, на которые будет крепиться наша брошь. Так, вы должны мне каждое разрезать ленточку. Давайте мы ее разрежем. И нам нужно отрезать кусочек небольшой. Примерно, ну, вот такую часть. Хорошо? Режем. И ты отрезай половиночку от этого. Мы сразу с вами сделаем саму брошь. Давайте. Режь, не бойся. Мы делаем брошь. Нет, немножко подальше. Мы с вами вот порезали ленточку. Анечка тоже делай, пожалуйста, половиночку от этого. Подальше. Да, обрезаем. Режем. И теперь мы складываем саму брошь, да? Георгиевскую брошьку мы делаем, поэтому складываем. Вот так. Можно разным способом? Можно разным способом, но мы сделаем вот таким способом, да? Как такой небольшой бантик. Получается? И сминаем, чтобы они не вылетали. Так, молодец. Молодец. Хорошо получается. Вот она. Анечка, давай помогу. Я тебе сделаю, а ты ее приминай, чтобы она не разлеталась. Хорошо? По вот этим сторонам. Гладь. Девочки, а вы, наверное, знаете, что и наши дедушки тоже служили, да? На фронте во время Великой Отечественной войны. Кто из дедушек, вы помните? У нас же их много было, но кого мы... Иван Андреевич. Это дедушка нашего с вами папы, да? Он служил на Кавказе. С войны пришел он, слава богу, жив и здоров, да? И потом работал в школе. Он работал в школе. Директором. Дальше мы с вами брошку сделали, а теперь нам нужно сделать сам цветок. Да? Мы берем с вами кусочки ткани, ножнички, руки. И попробуем вырезать лепесточки сначала. Все знаете, когда выглядят лепесточки. Ну, давайте будем вместе вырезать. Вот мы берем органзу. Это тоже ткань. Нарезаем. Вот у меня тут такой квадратик. И мы из этого квадрата делаем несколько штук. Можно 5, можно 6, можно 7. А потом из квадрата вырезаем круги. Да? Просто обрезаем по краям наш квадрат. Вот мы сделали с вами наши кружочки. Да? Они у нас получились. А сейчас нам понадобится свеча. А свеча нам нужна зачем? Чтобы наши лепесточки и листочки... У них появилось свой вид. Они получают рельефное такое состояние, похоже на настоящие цветы. Ну вот, у нас готовы есть элементы наших цветочков. Мы теперь будем с вами собирать из лепестков сам цветочек. Давайте соберем. Так, Настя, ты делай себе цветочек, Анечка себе. Тут большое количество лепестков, поэтому получится пушистое. Вы в большой направляете средний, да, и поменьше, чтобы они сложились в цветочек. Это мое. Дорогие телезрители, вот мы и закончили нашу брошку. И хочу вам сказать, что это занимает очень мало времени. И каждый из вас может это сделать своими руками. И, конечно, украсить свой внешний вид в наш праздник 9 мая. И, конечно, носить его в эти праздничные дни. А теперь приятный бонус. В нашей программе проводим розыгрыш билетов на детский спектакль в Государственный театр кукол Республики Мордовия. Если вы любите куклы и красочные представления, то обязательно участвуйте. Все условия и сроки проведения смотрите в нашей группе ВКонтакте. Всем удачи! Друзья, это все, что мы хотели вам сегодня показать и о чем хотели рассказать. А мы напоминаем, что в эфире была передача Теледетки. Ирина, у тебя уже есть идеи, что будем делать в следующий раз? Идей полным-полно. Вот, например, я давно не была в кукольном театре. И так хочется посмотреть, как там шьют куклы. Ого! Я тоже хочу на это посмотреть. Я думаю, попросим в следующий раз сделать про это репортаж у нашего юного репортера. Обязательно. А теперь мы всем говорим пока. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова